Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента по разным сегментам финансовых рынков. Все для того, чтобы у вас было больше информации, необходимой для принятия торговых решений. Ну что ж, заключительная торговая сессия недели. Не забывайте, что на выходных еще можно торговать криптовалютами, но если говорить про традиционные финансовые рынки, сегодня есть еще возможность столкнуться с остаточной порцией волатильности. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.00 данные по роничным продажам Англии. Этот отчет мы с вами, безусловно, разберем, потому что с некоторых пор следим за британской валютой. Хотим увидеть ее дешевле и ниже текущих уровней. Также под конец торговой сессии выйдет еще отчет по уровню доверия потребителей в еврозоне в 17.00 по московскому времени. Но переоценивать значимость этого релиза не хочется, потому что в целом статистика относится категория второсортная. Да и мы в принципе знаем, что дела в еврозоне, учитывая состояние промышленного сектора, сферу слух, учитывая настроение потребителей из-за последнего роста инфляции и из-за риска рецессии не очень. Поэтому забегая вперед, можно сказать, что уровень доверия скорее всего разочарует. Давайте начнем сегодня с рынка нефти. Котировки Брента в моменте мы видим на уровне 108.83. Ранее, касаясь темы нефтянки, мы обозначали сам факт дефицитного предложения, который уже имеет место быть. Я детально для вас анализировал соотношение спроса предложения, именно то, сколько нефти сейчас, насколько меньше добывается в России, каким последствиям может привести шестой пакет финансово-экономических санкций, который распространится на элитический сектор. Кстати, мы по-прежнему ждем саммиты ЕС в конце этого месяца. И, как и любой здравомыслящий, наверное, человек, трейдер, инвестор, я серьезно допускаю, что в каком-то формате это решение о новых санкциях может быть озвучено уже вот как раз в эти даты. Среди факторов поддержки нефти можно еще выделить данные по запасам, которые снизились. Это характерно не только запасы нефти, но еще и нефтепродуктов, бензина, дистиллята. Снижение более существенное, чем прогнозировали эксперты. И, как минимум, мы можем сделать вывод о том, что спрос на американском рынке остается значительным. Он будет расти, потому что буквально на этой неделе сезон активных автомобильных поездок. Соответственно, запасы будут дальше снижаться. И интерес здесь заключается еще в том, что снижение запасов в таких масштабах, как сейчас, идет параллельно с активными продажами стратегических резервов. То есть вроде бы как та мера со стороны действующей администрации американского президента, которая должна была быть направлена на то, чтобы добиться эффекта снижения цен. Но этого мы сейчас не наблюдаем, друзья. И демократическая партия США Байден, конечно же, прекрасно понимает, что мера по продаже стратегических резервов не работает. Поэтому в последние дни на рынках активно обсуждают возможность снятия санкций с Венесуэлы. Это значит, что Байден может попробовать наладить диалог с правительством Мадуро. Я не уверен, к чему это приведет. В целом, это очень непопулярная, что ли. И даже отчаянная мера будет так уместнее выразиться. Потому что Байден, в принципе, больше ничего не может сделать, чтобы остановить рост цен на нефть и, соответственно, цен на топливо на внутреннем американском рынке. Напомню, друзья, что по последним данным стоимость сорта, самого популярного сорта бензина в США, регула, сейчас составляет 4,5 доллара за галлон. Если мы накинем на текущие показатели спроса, сам факт того, что спрос будет расти в течение летних периодов, то легко можем по показателю этому ценнику выйти на значение 6 долларов за галлон. К чему это приведет, я не знаю. Но как минимум будут социальные волнения, протесты, возможно, политический кризис. Кто знает, может быть, вот так вот полномерно все приведет к вотному недоверию политической партии власти демократам и Байдену уже, возможно, под конец этого года. Такой маловероятный сценарий, но согласитесь, интересно его обсуждать. На данном этапе, в сухом остатке, я, как и, собственно, неделю назад и еще раньше, буду продолжать рекомендовать, да и рекомендую вам удерживать лонговые сделки с целями 115-120 долларов за баррель. Американский фондовый рынок 3924 пункта по S&P были еще ниже. Чудовищные просто распродажи в начале этой недели. Крупнейшее снижение во вторник за последние два года, которое доказывает то, что риски рецессии, они значительно увеличились. И Wells Fargo, кстати, прогнозирует, что рецессия американской экономики может случиться уже в конце этого года. Это самый, пожалуй, негативный сценарий среди всех инвестиционных банков. Отчетность в целом разочаровывает, особенно показатели ритейл-сектора и слабые отчеты ритейл-сектора доказывают, что предприятия столкнулись с очень значительными издержками, которые связаны с инфляцией, необходимостью повышать заработные платы. Это в конечном счете отражается на прибылях компаний, доходах, дивидендах, выплатах и так далее. Короче, корпоративный сектор США сейчас в крайне плохом состоянии. Если риск рецессии реализуется, то тогда быть индексом еще ниже. Я рекомендую всем из вас, кто следит за американской фондой через индексы, сейчас ни в коем случае не торопиться с покупками, а смело ставить на дальнейшие снижения. В частности, по СНП ЛИКО можем увидеть 3800-3700 пунктов. Доллар канадец 1,2827. Я был уверен, что в рамках этой недели мы с вами сможем приблизиться к поддержке 1,27. И самая большая ставка была сделана на счет по инфляции. Действительно, инфляция выросла. Новые максимумы за множество, за много лет, по-моему, за 27 лет в Канаде. И это повышает вероятность того, что Банк Канады будет тоже бороться с высокой инфляцией, ужесточая монетарную политику. Добавляем сюда рост нефти. Но никак я не могу, друзья, купить пару доллар канадец. Поэтому рекомендую вам тоже смотреть на фундаментальные факторы. Сейчас большинство из этих фундаментальных факторов и аргументов для принятия решения указывают на то, что пару можно зашартить. По другим финансовым активам. Индекс доллара 103 пункта. Сегодня мы снова восстанавливаемся. Не забывайте, что коррекция для этого актива – это нормальное явление. Но любые потери доллара будут ограничены жесткой политикой американского регулятора, который уже дважды повысил процентные ставки и сделает еще много аналогичных действий до конца этого года. Это, в принципе, было спланировано, спрогнозировано. И это неизбежно, поскольку американский регулятор объявил войну инфляции и пытается предотвратить чрезмерный перегрев экономики. Напомню, что неделю назад, когда мы с вами следили за выступлениями представителей американского регулятора, все как один высказывались за то, что ставку нужно повысить на 50 базисных пунктов на июньском и июльском заседании. Паул, который выступил с речью на мероприятии, организованном в Wall Street Journal на этой неделе, также обозначил готовность перейти к агрессивному повышению или, скажем, продолжить агрессивное повышение процентной ставки. Поэтому ждем июньское заседание уже в фактически две с небольшим недели. Время быстро пролетит, друзья. Будет заседание американского регулятора, будет повышение процентной ставки. Я надеюсь, что мы по индексу доллара с вами обновим более чем 20-летний. Максимум мы закрепимся выше 105 пунктов. Золото пока что разочаровывает. 1841 доллара за тройскую унцию. Я пытался купить, мне в подходящем месте потом все-таки положился на Кайман. Кайман, кстати, вчера снова развернулся и сейчас сигнализирует о том, что более, скажем, сделка с более высоким потенциалом прибыли – это сделка, которая направлена на продолжение текущего локального тренда, то есть на рост золота. Но поскольку Кайман так часто меняется за последние дни, я считаю, что это сигнал, чтобы оставить в покое пока что этот инструмент и поискать впоследствии уже более интересную точку входа. Поэтому я фокусируюсь сейчас на индексе доллара и на двух еще рисковых активов, если говорить о валютном рынке – это евро и фунт, где я по-прежнему удерживаю короткие оппозиции. По европейской валюте все так же не меняется. Ждем рецессии, точнее стокфляции, ждем восстановления доллара и давления на евро с целью снижения пары ниже отметки 1.04. И по фунту 1.24.45 сейчас на этой неделе мы увидели, насколько чувствительен фунт к слабым макроэкономическим данным. Сегодня, если роничные продажи также разочаруют, то пара фунт-доллар пробьет поддержку 1.24. Это как раз такой краткосрочный сценарий, но среднесрочный – это ожидание еще большего снижения британской валюты. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, хорошего вам закрытия недели и до скорых встреч. Увидимся в понедельник. Всем пока!